В 90-х студент Михаил Фёдоров переводил сплетние новости о многообещающей игре — шутере Quake. Заметки выкладывал на домашней страничке, так называли первые блоги. Страничка выросла в авторитетный портал Daily Telefrag, куда приходили почитать об играх и поговорить о них. На форуме ДТФ журналист Дмитрий Пучков открыл свой тупичок гоблина, а рядом общались те, кто хотел игры создавать. В 2003 году редакция организовала первую конференцию разработчиков игр, и она тоже быстро выросла. В Игромир — самую большую выставку электронных развлечений в стране. Гигантский павильон, в нём можно парковать самолёт, десятки стендов, 50 тысяч посетителей за одни выходные. Взрослые и школьники часами стояли в очереди, чтобы попробовать новинку или сфотографироваться с любимым героем. Игромир доказал — игры пошли в народ. А издательство впервые заметили киберспорт. На выставке начали проводить турниры. Во-первых, это был прям сильно другой формат. Ведь когда мы смотрим киберспортивные матчи, мы сидим. Мы сидим и сосредоточенно смотрим. Игромир вообще не предполагает формат, что ты сидишь и на что-то смотришь. Игромир — это у тебя много-много разных стендов с разным контентом. Ты ходишь и развлекаешь себя сам. Он просто видоизменил Игромир сам по себе. Да, вот это отношение к играм, к киберспорту как такового. Он расширяться начал во многом за счет турниров. Потом оказалось, что вообще полыгромира игры представляют через соревновательные какие-то элементы. Киберспорт — это медийная часть. 57-й павильон Всероссийского выставочного центра теперь называют просто «Павильон Игромир». Здесь на площади 15 тысяч квадратов столкнулись два типа геймеров. Первый — хотят повеселиться. Вторые — это увлеченные или хардкорные игроки. Для них игры — спорт высоких достижений. Единственный, наверное, и непременный минус выставки — это шум. Постоянный шум, который идет, если идет выступление какой-нибудь рок-группы, например, то это вплоть до вибраций столов, конечно. Но это неизбежный зло, с которым не только корейские, но и наши профессиональные игроки уже смирились. Киберспортсмены, им вообще пофигу, и фанаты. Что вокруг происходит? Он пришел, сел вот у себя и в 8 часов просидел. А в Крокусе есть проблема, что в 8 часов зал опечатывают. И если вас вдруг не успели доиграть, всем, если честно, плевать. Потом все осознали, что проводить на выставках турниры — это чушь полная. Все приходят за лутом бесплатно поорать на что-нибудь. Нормальные турниры серьезные там не провести. Игровая аудитория, она такая casual. Ведь игры — это же, ну, я отдыхаю, я расслабляюсь, я вот не хочу еще здесь с кем-то соревноваться. У них это прям жизнь настоящая. И вот с киберспортсменами, с которыми я общалась, от геймеров их отличает практически все. Они ведь даже не играют в игры. Ну, то есть, всерьез, они же не геймеры, они прям натуральные зад**ты. Мне хочется применять слово зад**ты, потому что в моем понимании это очень крутой скилл. Это реальный человек, который может сидеть, играть и быть сосредоточен настолько, что он не слышит вообще ничего вокруг. Они вообще не хотят никакую рекламу, им ничего не нужно. Им нужно смотреть свой спорт, они ничего другого не хотят. И вот это вот реальные переговоры с террористами. Потому что ты дашь ему вертолет, миллион долларов, и он все равно взорвет тебе все. Сухая новость. Компьютерный спорт исключили из реестра видов спорта. Россия стала первой страной, которая признала киберспорт и первой его отменила. Все удивляются. Почему? В какой-то момент мы не смогли доказать, что у нас соревнования проходят во всероссийском масштабе. Нас из реестра исключили. А доказательства этого только протоколы и регулярная деятельность. Вот если есть на нее ресурс, вы можете себе это позволить. Нет ресурса. Соответственно, государство спортом вас считать не может, потому что нет подтверждающих документов. Вот и все. У нас есть старшие товарищи, у нас есть огромная региональная сеть, там платятся регистрационные взносы, членские взносы, проходят какие-то соревнования. Потом приходит Самсунг, говорит, ребят, вот Сайбергеймс. И такие все, ага, а зачем мы будем вкладывать свои деньги, если есть Самсунг? А зачем? Здесь денег больше, а тут больше хлопот. Люди начинают относиться совсем по-другому к своим общественным задачам. И это, собственно, было первой причиной, когда вот мы получили взыскание от министерства, потому что мы не смогли сдать нормальную отчемность. И нам сказали, ребят, все как бы извините. Компьютерным играм в Россию вернут статус официального спорта в 2016 году. А пока начинаются по-настоящему большие проблемы. Не только у нас. Мы издалека, на самом деле, почуяли беду, откуда мы ее не ждали. Момент, который, ну, неким был звонком. Это крах Сипиэль. Сипиэль — это профессиональная киберспортивная лига. Она стартовала в конце 90-х, задолго до World Cyber Games. Сипиэль была пионером. Это она придумала слово «кибератлет». Она делала первые международные турниры. С нее началось крушение киберспортивного рынка нулевых. Есть такая была игра «Пейнкиллер». Шикарный шутер, веселый. Там можно было стрелять кучу монстров, осиновым колом кидать. Это самое было забавное, как бы, вот, что можно было делать в игре. И уже на исходе популярности этого проекта решили, что киберспорт спасет эту игру. По-моему, финал там разыгрывался 500, что ли, тысяч долларов как-то. Ну, тут очень все серьезно. Приезжало от 8 до 10 человек, участников. Голландец, американец, кто-то из России, по-моему, полосатый, как раз тогда пробовал участвовать. Никто не мог за такой короткий период наиграть определенное количество часов «Пейнкиллера», чтобы противостоять лучшим «Квейкерам». 8 человек разыграли между собой все эти деньги. Закончился «Пейнкиллер» и крахнул в Сипиэль. Потому что интересы ноль, не вызвало никакой новой волны. Этот крах крупнейшей компании, которая их делала, она на самом деле была звонком. Типа что-то не так. Со стороны-то выглядело, что кто-то деньги пропил. А если разобраться, то вот этот подход, что из любой игры можно сделать популярный киберспорт, не работает. 10 лет — это детство для человека и преклонный возраст для видеоигры. В 2007 году самые популярные киберспортивные дисциплины — «Кантерстрайк», «Квейк», «Старкрафт» — готовятся к юбилеям. Они устарели. Визуально, морально. А смены все нет. Еще одна вспышка на горизонте. Надвигается глобальный экономический кризис. От этой бури не спрятаться. Всех увольняют, со всеми расходятся, оборудование продается. По всему миру все вот это киберспортивное, то, что так бухло-бухло и хорошо развивалось, оно вдруг неожиданно схлопнулось, и все это заканчивается. Закрываются лиги, игровые журналы и клубы. Даже Федерация компьютерного спорта России временно сокращается. До одной Москвы. Да, было сложно. Да, там пришлось вкладывать свои личные деньги, чтобы это все не исчезло. Потому что вот когда, условно говоря, большой костер гаснет, да, лучше сохранить маленькую часть, чтобы потом это большое пламя опять раздуть. Нежели пытаться по чуть-чуть остатки ресурсов закидывать в этот огромный костер, он все равно потухнет. Вот и так ставит точку. Что ж здорово. Блестящий раунд от команды «Форс». Я предлагаю поаплодировать московскому клубу. Национальная профессиональная киберспортивная лига идет в Абанк. На турнирах она меняет популярную игру Counter-Strike 1.6 на новую Counter-Strike Source. Название, похоже, графика современнее. Но не в нее пацаны рубятся в клубах. Все игры, в которые играли, уже было порядочно лет. Тогда не понимал никто, сколько могут длиться жизни этих игр. Казалось, что все, оно заканчивается, нужно. КС 1.6, в который играли, выглядел доисторической игрой из 90-х. И в этом проблема. То есть по этому, по телеку, ну типа тяжело. А вот КС Source тогда был. Это хорошо. Мы в итоге перешли, по-моему, вообще на Source. Вот на этом моменте Virtus.pro отказались играть на чемпионате. Они мне говорили, говорят, а тебе там нормально вообще своих-то в Source заставлять играть, да? Когда вы там, типа, играете там те же ивенты, что и мы. Да, это одна из ошибок была НПКЛ. Мы перешли на Source. Ради телевизионной, более качественной картинки мы поверили, что это будущее. Игроки не захотели переходить. В нее не классно было играть так, как в 1.6. Это значимо. Навязать сверху это невозможно. Вот пейнткиллер это был навязка сверху. Не получилось. Мы тогда, видимо, молодые и глупые, и решили пойти за вот этой телевизионной картинкой. Но это тоже было неправильно. И вот оно все посыпалось. Деньги не имеют свойства заканчиваться, если не приходят новые. Вот оно, это произошло очень быстро. Все, кто мог, быстро разбежались. Что поделать? Как бы все случилось так, как случилось. То есть там нет смысла об этом переживать. Но это все такая вот, да, история. Без новых игр, без рекламы, без ресурсов на развитие киберспорт – это выжженная земля. Но компании, которые переживут кризис, со временем захватят рынок. Немецкая лига ESL выстоит и станет ведущим киберспортивным брендом. Маленький стартап из Донецка под названием Лига компьютерных игр со временем превратится в Старладер – киберспортивного гиганта и организатора турниров по всему земному шару. А пока в России появляется доступный интернет. Наконец-то можно играть в онлайне, из дома, и смотреть, как играют другие. Сделали сначала радиотрансляцию, которую ты брал, запускал в Винампе. Мы развернули сервачок, там поизучали. У нас был один сервер, это 100 мегабит, канект, вообще супер. Человек заходил в АхТиВи, запускал у себя на компьютере Варкрафт. Дальше он открывал свой Винамп. Вставлял там строчку, которую мы ему говорили «вставляй». И он слушает радио, где комментирует человек, и рассказывает, что происходит в игре. И смотрит, что происходит в игре. Надо было это синхронизировать, поэтому у нас была целая процедура, когда мы стартуем одновременный просмотр со всеми участниками вот этой вот дикой схемы. Но постепенно, постепенно мы поняли, что надо идти в сторону трансляции. Как раз на тот момент появилось программное обеспечение от компании Adobe. Adobe Flash Media Live Server называлось. Мы взяли пиратскую версию, развернули на том же самой серваке на 100 мегабит и пустили первый поток. В маленьком экранчике у нас пошла первая трансляция Варкрафта. На самом деле, Twitch — это уже такая коммерческая структура, которая не была прародителем всей этой технологии. Это вообще были решения, написанные просто какими-то отдельными толковыми разработчиками. А вот примерами таких сервисов является, например, то, что делал Миша Майкер на Гудгейме. У него было свое решение. Он, безусловно, один из пионеров, первопроходцев всей этой истории. И было несколько еще проектов типа Justin TV, OVNIN TV. Вот это как раз и были первые сервисы. Вот я бы здесь, наверное, хотел отметить человека, который, на мой взгляд, является вот таким самым серьезным именно в вопросах стриминга. Это человек, которого звали Олег Когут. В юности Олег Когут профессионально играл в Quake 3, а в 2009 году открыл OVNIN TV — одну из первых платформ для стриминга. Вот что ты создаешь? По-моему, мы создаем медиареволюцию в видеоиграх. На заре стриминга Олег конкурировал с Justin TV — сервисом, который сегодня известен как Twitch. В этой дуэли он уступил. Но многие знаменитые стримеры начинали именно на OVNIN TV. Олег Когут — добрейший, умнейший человек с очень большим своим видением. К огромному сожалению всех нас он умер от рака несколько лет назад, к большому сожалению. А Twitch уже — это просто какое-то такое решение, которое стало наиболее популярным. Несколько лет киберспорт приходил в себя после нокаута. И вдруг зажегся свет. Компьютерным спортом занялись издатели видеоигр. Был сделан акцент у создателей игр киберспортивных на более широкую аудиторию. В какой-то момент наконец-то до людей дошло, что аудитория геймеров и киберспортсменов — это очень классная, молодая, драйвовая, энергичная аудитория. И они не какие-то там просто сидящие за д*** у себя где-то с немытыми головами, как часто все себе представляют. До 2010 года разработчикам игр вообще было всё равно на киберспорт. Вот чем ещё характеризуется вот эта эпоха первого десятилетия киберспортивного. Мы были полностью on your own, знаешь. Тебе никто ничего не давал. Какие там монетизации внутриигровые, о чём ты? У издателей чуть другая политика. Ему нужно удержать аудиторию. И соревновательный гейминг — способ удержать внимание. Раз. Два — это великолепная история про создание контента. КС, он был, знаешь, как дворовый футбол. Он никому не принадлежал. Valve вообще не было никакого дела ни до чего. И, по-моему, когда первая Dota появилась, и Dota также жила. Если бы, наверное, не Counter-Strike Global Offensive, а Counter-Strike бы не получил дальнейшего развития. Это было принципиально правильное решение — обновить игру. Оно привлекло новую аудиторию, оно привлекло новых спонсоров, рекламодателей. И, соответственно, появились большое количество турниров. Тогда ещё были ВЦГ. Они заканчивались в World Cyber Games. Но потребностей в World Cyber Games особо не было, потому что как раз набирали популярность в MOBA, CS GO. В итоге поделились турниры от издателя и от сторонних организаторов. Мало кто об этом говорит, если кто-то говорит в открытую. Игроки, которые занимаются киберспортом в целом и соревнованиями внутри, да, это может быть любительская какая-то история, неважно, платят до 15 раз больше среднего игрока. А сторонний организатор что-то этого имеет? Ноль. Пошло подкрепление в eSport оттуда, откуда вообще никто не ожидал, но из функционеров. Вторжение разрабов и паблишеров. Это стало бизнесом. Когда вы будете распространять Counter-Strike 2? Мы должны отправить Portal 2, а потом мы должны отправить Dota 2, а потом мы будем спрашивать Counter-Strike. Но мы должны увидеть это или нет? Я не могу сказать. Новые киберспортивные игры ярче, быстрее и намного проще. Порог входа снижается. Играют все. Была у нас первая Дотка, которая на движке третьего Варкрафта, и которой вблизи не занимались с группой разработчиков, и которая в определенный момент очень сильно обогнала классический Варкрафт. И все говорили, что Варкрафт — это программа для запуска Доты, уничижительная. У нас всегда дотеры были товарищами, которые пошли играть в Доту, просто потому что не умеют играть в Варкрафт. Хоть Дота 2, в принципе, хорошая игра, я считаю, что все, кто не может тащить Варкрафт 3, не позволяет силу развития, они вынуждены были уйти в Доту 2. Ну, как бы, что там одного героя контролить? Ты после тренировок на европейском ладоре заходишь в Дотку, какую-нибудь версию 5-64, просто разносишь в хламину. То же самое случилось с Квейком. Все, кто не смог стоять в дуэль, считать мигу и держать в голове эти две цифры хотя бы, они вынуждены были уйти в Counter-Strike, потому что Counter-Strike — это модификация Half-Life, ну, по сути, движку Квейка 2. И Дота 1 — это тоже модификация к Варкрафту 3. Я помню, приезжал к товарищу в общагу, и там играли с Apple Z, одна из первых команд профессиональных русскоязычных по Доте. Я вклинился в тему, и топ-1 был по фрагам. На свеями просто разматывал, там, микрил. Для меня все равно было непонятно, а что сложного это вообще? То есть у Варрики у тебя там герои, стратегия, юниты, ты должен там 200 кликать для того, чтобы успевать. Дота была релаксом, на самом деле, как и многие другие костумы. То есть киберспорт — это история не только развития, но еще и деградация. Ну, здесь, если у вас смотрится, какой-то такой социальной инженерии, наверное, да, то люди, естественно, играют в то, где порог входа ниже. Если это сложная игра, тебя масса не поймет, потому что хочется быстро и легко, и обратите внимание, как игры превратились в сессионные. Самые популярные игры — это сессионные игры. И сессии становятся все короче и короче. Либо поесть, поспать, и давай 15 минут хотя бы поиграй. Широкий рынок требует простых решений. Почему стратегии не получили широкую до сих пор популярность? Потому что для того, чтобы тебе зайти в стратегиях и начать показывать хоть что-то даже на региональном уровне, ты должен потратить года 2-3, просто катая непрерывно. В кваке то же самое. Очень высокий уровень игры и очень высокие требования к игрокам, высокий порог вхождения. И не такое большое количество людей, даже молодых парней 16-17 лет, готовы сражаться за что-то и страдать. Многие хотят развлекаться. Изначально конкретно к игре у меня не было такой «Вот там огромные деньги, я пойду играть, чтобы зарабатывать». Такой цели не было, мне просто нравилось играть. Изначально мне, когда кинули самый первый раз инвайт в доту, я сказал «Я не буду в ней играть, что это вообще такое». Игра полная. Через полтора года, может, два, я переосмыслил, зашел. Еще раз попробовал, увидел Инт, как играют, мне там супернравилось. Я думал, круто, там что-то кастует, что-то летит. Интересно было играть. Начал учиться и как-то понравилось просто. То есть это всегда игра, вокруг которой реальная аудитория, реальные люди, которые ее любят, и неважно какая она? Вообще не важно. То есть это должен быть фан. В первую очередь это должно быть фаново играть. Это потом для нас, для организаторов, очень важно, чтобы было это интересно смотреть. Потому что World of Tanks фаново играть, но не фаново смотреть. К сожалению, да, и сколько ребят они вкладывались, это смотреть скучно. Это сложный вопрос, да, какая игра будет популярной, никто на нее не может ответить заранее. Выходит Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends. Это полная перезагрузка. Киберспорт возвращается на экраны и снова растет. Но теперь его тянут вверх не только энтузиазм и горящие сердца. Это делают издатели и бизнесмены. Они вкладываются, чтобы превратить компьютерный спорт в шоу-бизнес. Главная новость года. Российский предприниматель инвестировал в киберспорт 100 миллионов долларов. Эти средства, они были направлены в созданный тогда альянс, который между собой, по сути, создали, ну там, три основных функционера, да, того времени. Значит, Na'Vi, Virtus.pro. А третий был, это Алекс Мюллер, долдовейший швед, который владел командой SK Gaming. И вот этот вот альянс, он, по сути, и стал вот холдингом ЕСФОРС, в который были инвестированы эти средства. ЕСФОРС — это новый киберспортивный титан. В холдинг входят студия трансляций, влиятельные СМИ, киберспортивная арена в Москве и свой грандиозный турнир — Эпицентр. И вот Эпицентры по доте, они просто невероятно красивые. Даже если ты вообще ничего не хочешь знать про киберспорт, если тебя туда завести, ты уже точно не оторвешься. Семь или восемь тысяч зрителей, и я вот запомнил тоже на всю жизнь, я вижу просто сотни открытых ротов. То есть люди вот так они это смотрели. Ну потому что это было просто вот невероятно. У тебя в этот же день презентация, значит, фильма «Варкрафт» в России на сцене, на той же самой, с голливудскими актёрами. Нормально вообще. На нормальный уровень вышел киберспорт. Ну и я уже молчу про то, что, естественно, весь мировой топ игроков в доту тебя в России здесь тоже вдруг неожиданно представлено. Команда знакомая занималась обеспечением жизни всех команд. Их было много, они приехали. В какой-то момент некоторые из них перегибают палки в своей звёздности. Одни такие чуваки попросили купить очень много чипсов лейс с крабом. А там как бы вопросов не задаёшь. Когда ты в кураже ивента, ты только потом думаешь, Чего? Какие крабы? Ну-то закупили. И потом ролик в сети вылез, что они в этом лейсе купались. Просто они засыпали в номере всю ванну и купались в нём. Хватит! Больше никаких подвалов. Не надо выбивать в клубах халяву. Не надо тратить призовые на билеты домой. Андердоги и аутсайдеры стали рок-звёздами. Киберспортсменов приглашают на телевидение. Включают в списки журналы «Форбс». В компьютерном спорте наконец-то появились очень большие деньги. Мы стали работать с Матч ТВ. Мы стали работать с Первым каналом. В сторону экономической части, там в первые годы была задача всем показать, рассказать, что это нормально, что есть аудитория на это, что есть спрос, что здесь можно зарабатывать деньги. Подписываем контракт с G2A, там несколько десятков миллионов долларов. Сам большой контракт в мире, в e-спорте. Я говорю, так, я сейчас напишу письмо в оргкомитет Гиннеса. Просто в космос летели. Но тем не менее это дало огромный импульс. Люди захотели пойти в индустрию. Из ивентов, из рекламы, откуда угодно. Решили попробовать. Ой, здесь миллионы долларов. Ой, здесь ребята зарабатывают огромные зарплаты. Ну а приехало это всё в итоге к тому, что нас купила компания Mail.ru. Я оказался ровно там, откуда уходил. Ну и, конечно, подход моментально поменялся. E-спорс дал российскому киберспорту то, чего раньше не было – размах и престиж. На любое поворотное событие есть несколько точек зрения. Такое время было не совсем понятное. Ну вот выделили эти 100 миллионов долларов одному человеку, скажем так, одной организации. Но как это повлияло на всё комьюнити? Никак. Хорошее – это дало импульс. Плохое – очень много хайпажёрства, очень много инфо-цыганщины появилось, начали делать какую-то несусветицу, какие-то странные проекты. Если посмотреть по прошествии времени, скорее это минус. То есть не нужно было хайпа. Нужно было полномерное развитие. Я понимаю немножко в ивентах и знаю, что это дорого-богато, какие-то вещи, но они не нужны. Для киберспорта, для развития они нужны. В итоге это сыграло в минус. Все ожидали, что будет бум. Что 100 миллионов развивается, признание киберспорта. Вау, сейчас такие миллиарды. И сколько было этих миллиардов? Ноль. Компьютерный спорт развивается по спирали. За взлётом следует падение. И новый взлёт. За четверть века он превратился в феноменальную индустрию на стыке спорта, медиа и технологий. Из полного андеграунда, где друзья в Склачино собирают игрока на турнир, киберспорт вырос в миллиардный рынок. А вместе с ним выросла аудитория. Сейчас для меня геймеры, они такие классные дядечки 30-ти, 5-ти лет. Как будто бы геймерская аудитория сейчас сильно выросла. И вот она сидит вот в этом возрасте. Но киберспортивная аудитория и бизнес киберспортивный это такой один психологический подросток. У него очень меняется настроение, фиг пойми от чего. Просто он сидел, делал свои дела, а потом он психанул и ушёл. Весь киберспорт в России, он ещё пытается, ну, стать кем-то. Очень сложно охарактеризовать как-то на сегодняшний день киберспорт в отдельной стране. Если раньше это было, безусловно, вот у каждой страны был какой-то свой прикол. Китайцы, они берут трудолюбием, каким-то усердием, какими-то массивными тренировками. Мы берём своим сумасшествием, где-то авось вот это, каким-то нежданчиком или там на слабо просто. Ну, дотер любит напекать какую-нибудь фигню и выиграть ей. Даже там Team Spirit с LGD, она в финале International, когда просто на каких-то очень странных вещах они выигрывают, так скажем, ставка на одного героя, и он работает. Мы готовы поверить в себя и рискнуть всем пойти ва-банк. Легче поставить всё на карту. Умели люди стрессик перебарывать, то есть не волновались так, как волновался противник. Там для какой-нибудь европейской команды играть серьёзный какой-то матч, ну, это было большим испытанием. Для наших игроков это было проще. Тут надо не культурное слово сказать. В целом мы довольно неответственно подходим к таким моментам, как тренировки, расслабленные. Очень часто российские команды выиграют какие-то чемпионаты с нижней сетки. Но при этом это даёт же тот азарт, ради которого люди смотрят и получают удовольствие. Есть такая шутка, что если ты мидер в доте, и тебе наступает 23 года, то тебе лучше уйти оттуда, потому что пока ты молодой, ты безбашенный и не боишься. То есть у тебя нет вот этого экономического калькулирования, вы говорите, что я пойду в лес, лучше зафармлю там 300 золота, чем я рискну, и получу в два раза больше условно. Вот. И в принципе, если сравнивать, ну, на мой взгляд, игроков вот с СНГ, с другими, наши намного более рискованные. И всегда такие вещи не стопроцентные. Поэтому что мы вложили массово? Акцент ломанный английский, естественно, нецензурную лексику, безбашенность какую-то абсолютную. То есть мы при всём при этом довольно суровые и, может, даже жестокие. То есть в виртуальном мире у россиян такая же репутация, как в реальном мире. Ну, точно. Ну, у вас, мунда, получается. Чёрт, мы чё-то не очень. Есть, конечно, какие-то мемные вещи, да, как там этот случай, который произошёл в Австралии во время чемпионата, когда весь стадион... Я помню, когда мне рассказали об этом, говорят, типа, случилась вот такая штука, ты видел? Я не представлял себе масштаба этой хрени. Это новый. Ну, то есть я думал, что какая-то группа, наверное, там, типа, собралась, стала так скандировать. Смотри, это делает весь стадион. И я бы не сказал, что в сегодняшних реалиях стало прям сильно ролять из какой-то страны. У русских, как были там в своё время, да, какие-то бенефиты и преимущества, да, по сравнению с другими, я думаю, что они так и остались. Как была там проблема с дисциплиной всегда, я думаю, что это всё так оно и есть. Это если говорить вот про менталитет. Они способны на какие-то подвиги, да, но что, другие не способны на подвиги? Способны. Я бы не выделял российский киберспорт, я бы выделил СНГ-сферу, вот СНГ-киберспорт, в одно, в топ-20 команд мира, из них 5 из СНГ. Препятствие обычно в командах мирового уровня, это именно коммуникация, потому что можно, например, собрать всех мировых звёзд и заставить их общаться на английском, и коммуникация будет не такая, как могла бы быть, а можно собрать всё-таки с одной стороны, да, они будут не такие звёздные, не такие сильные индивидуально, но за счёт этой коммуникации будут выигрывать. А у нас получается такая ультимативная ситуация, что можно со всего СНГ собирать, то есть у нас выборка гораздо больше, и поэтому СНГ-уровень, он очень высокий. Какой след мы оставили в киберспорте? Мы играли и продолжаем играть. Наши команды каждый год занимают призовые места на ключевых международных турнирах. Герои фильма закончили свои спортивные карьеры, но теперь они делают турниры, тренируют команды и снимают фильмы о том, как всё было на самом деле. Люди, которые занимались киберспортом, они чаще всего его не бросают. И, возможно, мелкие щеглы, которые пришли в киберспорт и становятся чемпионами, например, да, ну, та же самая команда по лолу, да, может быть, даже они не понимают, что бэкграунд заложен был, ну, те люди, которые решили создать команду, с кем они общались, различные игровые направления, создаваемые в разных компаниях, организованные турниры. Это же всё результаты деятельности конкретных людей, которые не пришли в киберспорт сейчас. Скорее всего, нет. Лица, которые принимают решения, они тебе хорошо уже знакомы. Клубы компьютерные не все вымирали. Есть клубы, которые с тех пор живут, до сих пор. Таких, ну, встречается, как-нибудь, в Пушкино, ещё где-нибудь. Я как-то встречал ребят, которые занимаются этим делом уже с десяток лет. Там не киберспорт. И не киберспорт движет всем этим, да? Геймеры делают всё. Из геймеров, получается, там какие-то киберспортсмены. И вот там дальше уже как-то это работает. Я единственное, что не знаю, хочу всем сказать, просто, что надо оставаться людьми, в первую очередь. Потому что это спорт, и это жизнь. То есть жизнь гораздо быстрее проходит, чем кажется, когда тебе там 18 лет, да, или 17. Очень важно, чтобы люди, которые на сегодняшний день являются примерами для сотен тысяч людей, да, они были достойны этого. И они несли с собой какие-то добрые и мудрые ценности, которые бы от них переходили тем, кто за них болеет. Я этого от всей души им желаю. Только играйте в правильные киберспортивные игры, потому что, как мы уже научно доказали, разные киберспортивные игры тренируют по-разному. В первую очередь Warcraft. Warcraft 3. Quake. Обязательно. Я продолжаю играть в игру. Мне так нравятся игры, что мне не выиграть. Ты достаешь свою иглу, но ее не воткнуть, мое сердце уже выгла. Еще раз, да. Я продолжаю играть в игру. Мне так нравятся игры, что мне не выиграть. Но ты достаешь свою иглу, но ее не воткнуть, мое сердце уже в иглах. И-и-и-и. Иди не только сердце, я весь в иглах, это в матче. В эпицентр на удачу мы иначе не умеем, прямо без сомнений. Хоть тебе за двадцать, может даже дважды двадцать, все не бесполезно. Закрывай глаза, чтобы ходить по грани лезвия. Ракет-лаунчером реально сделал честный. Очень сложно по канату, прямо через терни. Этот стиль я называю мишки на сервере. Я продолжаю играть в игру. Мне так нравятся игры, что мне не выиграть. Ты достаешь свою иглу, но ее не воткнуть, мое сердце уже в иглах. Еще раз, да. Я продолжаю играть в игру. Мне так нравятся игры, что мне не выиграть. Но ты достаешь свою иглу, но ее не воткнуть, мое сердце уже в иглах.